привет привет дорогие друзья смотрите что у меня получилось из прошлого урока с маской совы я решила что можно разукрасить ее гуашью и у меня получилась вот такая вот яркая маска надеюсь что у вас тоже получились очень классные маски что мы будем делать сегодня сегодня я предлагаю вам сделать марионетку из картона вот такую вот веселую ламу у нее все шевелится лапки голова хвостик так она может бежать 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 что нам для этого понадобится ну в первую очередь нам с вами понадобится сам картон где его можно взять вот смотрите узнаете что здесь нарисован наверняка утром вы видите каши да и вот у меня такой вот картон с другой стороны серый с этой стороны картинку нам конечно же понадобится вот эта сторона вот смотрите моя лама она сделана как раз таки здесь была серая сторона я ее разрисовала а здесь мы видим вот эту вот сторону где нарисована фирма да что это было за изделия вот такой вариант просто вот я взяла и эту коробку так разрезла из-под конфет да вот такой вот картон тоже так обрезаем его и смело используем потом наверняка у вас где-нибудь лежат в залежи обои обои тоже бывают разные бывают очень тонкие а бывают такие вот прям плотненькие как картон нам конечно здесь понадобится более плотные здесь у меня не очень плотные ну или как вариант их можно склеить так вот два слова склеиваем у нас получится плотно да что еще можно взять можно взять вот у меня еще есть такая вот папка для бумаги здесь была бумага и здесь вот смотрите тоже обложка она сделана из такого из картона он плотненький он тоже подойдет нам для наших целей и конечно же нам понадобится обычная пища бумагой да или черновики на который мы будем рисовать что нам еще понадобится конечно же нам понадобится карандаш простой у меня вот такой вот механический на состеживание можно простой карандаш взять затем обязательно ножницы которые вырезать стирательная резинка чтобы стирать что-нибудь что у нас не получится затем нам понадобится материалы который мы будем разукрашивать чем можно Можно сделать фломастерами, любыми, которые у вас есть дома. Если есть краски, вот у меня, например, гуашевые краски, да, с фалитрой, я пользовалась ими. Можно еще карандашами цветными, да, вот у меня такие. То есть все, что вы найдете дома, фломастеры, карандаши, краски, если есть акварельные, можно акварельными красками попробовать. Все, что у вас есть, все, чем вы можете использовать. Кстати, есть еще восковые мелки, может быть, у кого-то, вот у меня нет, я не могла бы их представить. Затем нам понадобится для скрепления, да, чтобы вот это вот все держалось и вот так вот могло, как на шарнирах двигаться, понадобятся бусины, или вот у меня такой вот мелкий бисер. Свет не имеет значения, размер тоже не особо имеет значения. Главное, чтобы у вас их нашлось именно вот столько, сколько у вас будет здесь соединений, да. Затем нитки, да, ниточки, с помощью которых мы будем это все пришивать, и иголочки. Если вы еще не научились пользоваться иголкой, да, как следует с нитками, то, конечно, здесь нужно попросить будет наших мам или бабушек, все вот, кто у вас есть рядом, да, и вместе сотворить вот это наше существо, такое вот лана, да. И сегодня я вам предлагаю повторить за мной, да, можно, выбрав свои цвета, вот я выбрала, что у меня такая вот небесная голубого цвета лама получилась, да, с таким вот чубчиком. Вы можете выбрать цвет любой вообще, это не обязательно повторять за мной. Вот, я просто покажу, как примерно можно сделать вот такую ламу, да, вы можете повторить за мной, сделать точно такую же, а можете просто посмотреть и потом по аналогии сделать какое-то свое существо. Это может быть вообще фантазийное, может быть там дракон какой-то у вас получится, да. Главное условие, чтобы у него все запчасти, да, двигались. Вот здесь, кстати, можно было еще у меня отдельно сделать вот эту вот шею, да, голову, и уши все отдельно можно сделать. Ну, я просто уже обобщила такую вот форму, а так можно было уши тоже так же сделать отдельно, и тогда уши бы тоже могли шевелиться, и голова могла бы тоже вот так вот отдельно наклоняться, не как сейчас у меня. Да, то есть, смотрите, что вы можете уже заранее продумать, какое у вас будет существо и что у него будет двигаться. Вот. Ну что ж, тогда я предлагаю приступить уже к поэтапному изготовлению, да. Все, что нужно, я вам вроде бы проговорю во всем, где это можно взять. Ну, тогда приступаем. Итак, приступаем к рисованию эскиза. Я начинаю с простых форм, овальный, овальное туловище, овальная шея, овальная голова. Рисуем ушки на макушке, вот так. Теперь шерстку наметим таким образом, лапы. И вот такие вот четыре лапы рисуем. Вот так. Продолжим еще шерстку намечать. У меня будет вот такой чубчик у ламы. Здесь можно уже подтереть лишние линии, чтобы они нас не смущали. Теперь намечаю глазик. Сделаю еще чуть повытянетим мушточку. Носик. Так. Немножко детали на ушках. И вот такое вот седло красивое будет на моей ламе. С узором небольшим. Что еще не хватает? А! Хвостик. Вот. Теперь все готово. И можно приступать к разукрашиванию нашего эскиза. Итак, можно фломастерами, можно красками разукрашивать, цветными карандашами. Все, что у вас есть в доме, всем чем хотите. Я решила выбрать фломастеры. Вот такими быстрыми движениями я закрашиваю эскиз. Просто, чтобы разобрать, какие цвета я буду использовать. Ну, если в эскизе вы вдруг вышли за границы рисунка, то ничего страшного. Мы все равно его будем вырезать. Вот такое вот красивое седло будет у меня. Когда будете рисовать сами своих лам или каких-то существ, выбирайте свои цвета. Какие угодно. Как вы могли заметить, на эскизе я делала шерстку с помощью зеленого фломастера. А в оригинале я решила отказаться от этой идеи и использовала белый цвет. Ничего страшного в этом нет. Вы тоже так же можете на эскизе попробовать один цвет. И если вы вдруг поняли, что хотите использовать другой, то в оригинале можете уже использовать какие-то другие оттенки небольшие. Ну что ж, моя лама готова. Теперь я подготавливаю картон. Вот смотрите, у меня из старой коробки, из-под каши. И теперь мне нужно вырезать все по частям. Отдельно туловище, шея, голова. И с помощью ножниц я сейчас все это вырежу. Когда будете вырезать, не торопитесь. Вырезайте все аккуратно по контуру. Сначала вырезаем полностью всю фигурку. А потом уже приступаем к разделению наших запчастей. Старайтесь только не чихать и не дышать сильно глубокими вздохами, выдохами, чтобы наши детали с вами не разлетелись в разные стороны. И теперь, когда мы все вырезали, мы обводим каждую деталь. Видите, как я раз. И там, где у нас обрезано, мы добавляем. Видите, как я добавляю чуть-чуть пространства, для того, чтобы у нас все лучше соединялось. И так же мы поступаем с каждой частью. И вот у меня уже все готово. Я все обвела. И теперь я намечаю небольшие точечки. Это то место, где будет отверстие примерное. Кстати, я забыла вам сказать, что еще нам понадобится либо шило, чтобы сделать отверстие, либо вот такой вот гвоздик, который можно будет прокрутить, если вдруг шила нет у вас дома. Ну что ж, я разукрасила гуашью свои детальки для ламы картонные. И у меня вот получилась вот такая вот небесная голубая лама с белой такой шерсткой. И теперь я намечаю шилом точечки, чтобы остался след на обоих запчастях, на шее и на туловище. И теперь насквозь продырявливаю. Если есть шило, можно делать шило. Если есть большая толстая игла, ее еще называют цыганской, можно ей. Ну вот я еще решила попробовать таким вот гвоздиком. Да, или его еще можно... Шуруп правильно его назвать. Вот таким вот образом мы продырявливаем все детали. И так совмещаем. И вот она, след, который я продырявлю насквозь. И так совмещаем все детали, проверяем, что на всех есть дырочки. Одна нога, смотрите, у меня спереди будет, а другая с той стороны, с изнаночной, крепится. И получится, что у нас две лапки крепятся сверху, а две лапки крепятся с другой стороны. Вот видите, как бы под туловище. Одни на туловище, а другие под. Вот таким образом. Делайте дырочки аккуратно, чтобы не порвались детальки. Теперь берем иголочку с ниткой. Наш бисер. Вот у меня вот такой нашелся белый. Главное, чтобы бусинки проходили сквозь иголку полностью, не застревали на ушке. Поэтому иголочку лучше найти потоньше. И вот мы делаем узелок и продеваем туда одну бусину с одной стороны. Затем с другой стороны точно так же. И несколько раз туда-обратно, туда-обратно, хорошо затягивая. Раза четыре можно туда-обратно, туда-обратно, делая узелки. И таким образом у нас получается с одной и с другой стороны у нас бусина. И так мы делаем с каждой деталью. И вот готовая лама, у которой все двигается. Вот так она может танцевать. Раз-два, раз-два. И хвостик, и лапки вот такой в полете. Или может быть лежит лама, отдыхает. Вот так она может скакать туда-сюда. Оп-оп. Вот такая веселая лама. Ой, кажется лапы запутались. Оп-оп. Ну что, ребята. Надеюсь, что у вас все получилось. Да. Либо такая же лама, как у меня. Которая может прыгать, бегать, все что угодно. Да, танцевать. И, конечно же, изготовляйте свои фигурки, свои марионетки. Тренируйтесь на ней. Да, как вот они могут двигаться. Вот представьте, что если бы вы снимали, как ваша фигурка может двигать, чем она может двигать. Разные ситуации попридумывайте для нее. И обязательно присылайте фотографии. Можете сфотографировать несколько ракурсов. Да, то есть несколько положений, которые вы придумали. Можете придумать какие-то еще атрибуты. Например, для этой ламы можно было бы, что? Может быть, мяч нарисовать, да? И тогда она будет, например, лапой вот так вот подбрасывать. Раз, 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 раз. Будет подбрасываться мячик. Что еще можно сделать? Или, например, лама, которая везет тележку. Да, можно нарисовать тележку вот так закрепить. И сфотографировать, вот как будто бы она едет. С тележкой. Вот, в общем, фантазируйте. Экспериментируйте. Обязательно присылайте либо мне на электронную почту, либо в нашей группе ВКонтакте. Ссылка вот на которую я. Ну, если вы не зарегистрированы, нет такой возможности через ВКонтакте, то тогда присылайте мне на почту. И я уже тогда буду фотографии сама публиковать в нашей группе Мультстудии Бериндей. Ну что, желаю вам удачи. Выполняйте задания, не спеша, удовольствия. И делитесь обязательно результатом. Ну и все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok